Я знаю, какая мембранная куртка нужна вам и расскажу, как выбрать ее на примере ассортимента бренда Сплав. С вами Кирилл, гид-проводник силы территории, автор статей про снаряжение и профессиональный любитель приключений. Итак, начнем с того, что развеем некоторые мифы про мембраны. Во-первых, я и сам пользовался многими мембранами в течение своей походной жизни. От неизвестных ноунеймов до Gortex Pro, считающихся чуть ли не волшебной. По факту, все они работали немного не так, как хотелось бы. В фантазиях человека в мембране он находится у теплого камина, а за пределами мембраны, как за окном, идет дождь. Но это немного не так. По сути, мембрана пропускает влажность в виде пара в любую из сторон. Но не пропускает капли воды. То есть пар у нас может проникать как сверху, так и изнутри. Пар выходит через мембранный материал из-за того, что человек нагревает пространство под одеждой, своим теплом, тем самым увеличивая давление. При этом снаружи должно быть прохладнее, поэтому влага в виде пары и выходит наружу. Тогда говорят, что мембрана дышит. Тут все логично и это правда работает. Также мембранная одежда за счет своей структуры отлично сдерживает ветер и не продувается. На сильном метру способность одежды дышать, но при этом сдерживать внешнее воздействие очень важно. Именно поэтому моя мембрана налезает поверх моего пуховика, чтобы ветер не смог сдуть мое личное нагретое тепло внутри теплой одежды. Итак, обычная непромокаемая ткань, как, например, внешний тент от палатки, не выпускает пар. Поэтому всем начинающим туристам рекомендуется в поход закупать мембраны, а не дождевики. Когда влажность не выходит из-под одежды, очень быстро на ходу человек внутри дождевика становится таким же мокрым, как если бы и его не было вовсе, этого дождевика. Мембраны же очень долго способны сопротивляться ливню и дождю, при этом достаточно хорошо выпуская пар от тела. То есть при некоторых условиях влажность по мембраной будет, но вполне терпимая, а иногда даже и незаметная. Однако со временем некоторые туристы утверждают, она промокает. В каждом конкретном случае приходится разбираться, но обычно проблема в том, что с одеждой входит водоотталкивающая пропитка. Происходит это не сразу, а после нескольких стирок или целого сезона походов, ну, у кого как. Главное, что если она очень часто промокает, с нее может стираться эта водозащитная пленка. Но означает ли это смерть мембраны? Нет, просто влага начинает быстро впитываться во внешний слой мембранной одежды, верхней, и создает водяной барьер. А после этого пар не может выйти изнутри через этот промокший слой. Так что в итоге влага не выходит наружу, вы промокаете, так же, как и в обычном дождевике, от влаги своего тела. Поэтому обновляйте водоотталкивающую пропитку на мембранах, если хотите, чтобы она работала. Второй важный момент, что у каждой мембраны есть показатели водостойкости и паропроницаемости. Считается, чтобы для того, чтобы выдержать сильный ливень, требуется водостойкость 15-20 тысяч миллиметров водяного столба. То есть под давлением вода может просачиваться снаружи, особенно через недорогие мембраны. Паропроницаемость – еще более важный параметр для туриста на маршруте. Во время движения мы неизбежно потеем. Так вот, если паропроницаемость менее 10-15 тысяч, то шанс, что вы пропотеете насквозь, очень велик. Особенно с рюкзаком, да еще если идете в горку. Для обычных прогулок или хайкинга этих параметров должно хватить. Также часто на мембранах указывают количество слоев ламината. 2L, 3L. Ну, грубо говоря, чем больше, тем более выносливая будет мембрана. Но иногда это сказывается на ее дышимости. Фактически, ее живучесть в большей степени зависит от плотности внешней ткани, которая сопротивляется механическим повреждениям. И попробуем теперь полученные знания перенести на конкретные модели мембран сплав. На данный момент в магазине и на сайте сплав можно найти 4 туристических семейства. Минима, баланс, курс и мансун. Начнем с самого простого. Мансун по параметрам скорее подходит для коротких походов на природе или прогулок с собакой. Но брать его в качестве штормовой одежды в горы или тундру не стоит. Отлично подходит для ношения поверх неопрена, чтобы защититься во время сплава от шквального ветра. Вот такой вот странный функционал. Возможно, в первые месяцы за счет подоталкивающей пропитки она справится с любым дождем, но в конечном итоге она не предназначена для таких условий. Другая модель. Курс примерно в 2 раза дороже и в 2 раза интереснее по параметрам. Да и весит в среднем размере около 400 грамм. Что немного. А еще, кстати, она сделана из нейлона. Все это означает, что курс достаточно прочный и способен сопротивляться дождю. Для прогулок в низинах, для несложных походов на несколько дней мембрана вполне подойдет. Но для экстремальных условий, когда дождь не перестает идти весь день, она не предназначена. А теперь в моих руках любимица. Минима. Серия этой штормовой одежды за последнюю пару лет успела пережить третью итерацию. Постоянно инженеры улучшали крое, параметры, подбирали ткань и играли с фурнитурой. В итоге модель близка к совершенству. В третьей модификации мембрана получила параметры 20 на 30 тысяч. Так вкратце описывают свойства водопроницаемости и паропроницаемости. С такими параметрами можно быть уверенным, что куртка выдержит хороший ливень и будет при этом отлично дышать. Главное, своевременно обновляйте водоталкивающее нанесение. В последней версии взяли новую ткань, более агрессивную пропитку и поработали над кроем и расположением карманов. Куртка по-прежнему легкая, довольно живучая, что особенно понравится альпинистам, горным туристам и любителям суровости. Еще бы, вес чуть более 300 грамм. Лично мне кажется, капюшон рассчитан на какую-то очень большую каску, а чаще я хожу без нее, что в итоге не слишком удобно утягивает на голове. Но эта мемолистичная мембрана я готов простить все из-за ее веса и компактных размеров. Также в этой серии выпускаются штаны, впрочем, как и в остальных мембранных сериях, но, пожалуй, эти штаны наиболее привлекательны. Они могут показаться дорогими, но когда начинаешь искать зарубежные аналоги, да и с похожими параметрами, быстро осознаешь, что это абсолютно доступные мембранные брюки, да еще с великолепным функционалом. Они не совсем полноценные самосбросы, а боковые молнии у них раскрываются до области карманов, но их удобно надевать. Единственный случай, когда они будут не слишком удобны, это в лыжах или кошках. В остальных же случаях они бесподобны. Легкие и с отличной паропроницаемостью, а также возможностью боковой вентиляции. Старшая же модель Balance в третьей модификации совмещает в себе не только превосходные параметры 40 на 25, но и высокую прочность. Стоит отметить, что в модели теперь полностью изменился крой. Минимы и Balance стали выпускаться из нейлона, а минимы еще и с репстопом. А также отказались от эластичности в угоду выносливости и долгому сроку службы. Итак, вы берете в руки баланс, а дальше все как в тумане. Мембраны ничем не уступают именитым моделям на базе Гортекса. Водозащищенные молнии, вентиляция в подмышках, 4 полноценных кармана, артикулированный крой, капюшон под каску с множеством удобных утяжек. Короче, мечта любого альпиниста или скитурщика. А главное, ее прочность без сомнений подходит для экстремального использования. Ну, а параметры с лихвой перекрывают самые взыскательные требования. По тестам японская мембрана Бата Цуми ничем не уступает тефлоному именитому конкуренту. Вес в среднем размере уже под 600 грамм, что в целом очень достойно при таком функционале. Тут уже приходится выбирать из относительно нежности минима и брутальной бескомпромиссностью баланса. Для регулярных и тяжелых экспедиций я бы рекомендовал все же баланс. Отдельного внимания заслуживают штаны из той же ткани. Впервые можно встретить полностью расстегиваемые крутые самосбросы из мембраны ткани за адекватную стоимость. Да, они слегка тяжеловаты, в районе 550 грамм за средний размер. А их крой и шлевки, ну, напоминают штаны для скитура. К брюкам можно пристегнуть фирменные подтяжки, если это необходимо. Так что для трекинга они могут быть слегка избыточны, но зато актуальны в горах круглогодично. У них есть также, как и в куртке, водозащищенные молнии с двумя бегунками и собственные полноценные карманы. Так что баланс для тех, кто ищет сбалансированное сочетание цены, качество для самых суровых условий. На этом я с вами прощаюсь. Чаще ходите в походы, собирайте свой идеальный туристический комплект и наслаждайтесь самыми прекрасными закатами в горах. До встречи!